Сегодня в 20 километрах от села Ома произошло ЧП на водоеме. Провалились под лед два человека. Информация об этом поступила в Главное управление МЧС России по Ненецкому округу. По состоянию на 16 часов 30 минут гибель людей подтвердилась. Напомню, что на территории округа действует официальный запрет выхода и выезда на лед. С сегодняшнего дня Наринмарская гидрометеорологическая станция приступила к замерам толщины льда в районе Наринмара. Эту работу гидрологу предстоит выполнять каждые пять дней, пока лед не достигнет определенной толщины. После этого интервалы между замерами сокразятся. За работой гидролога наблюдала наша съемочная группа. На ногах утепленные резиновые сапоги. В руках ледобур. На середину городецкого шара уверенной походкой направляется Андрей Александрович. Зовет его на лед. Отнюдь не азарт. Поймать рыбку побольше. Тут другое. Профессиональные интересы. 17 сантиметров. Там 18 сантиметров был. Сейчас вот третью дырку будем делать. У Андрея Костина ответственная миссия. Гидролога. С определенной периодичностью он выходит на лед каждый раз в одном и том же месте, чтобы определить среднюю толщину льда. Для этого на расстоянии 7 метров друг от друга пробиваются три лунки и высчитывается средний показатель. До 30 сантиметров до 30 сантиметров меряется лед каждые пять дней. После 30 сантиметров через 10 дней. И так пока лед не уйдет. Сотрудники Наринмарской гидрометеорологической станции замеряют не только толщину льда на реке, но и ведут другие наблюдения. В том числе с помощью специальных приборов определяют уровень воды и даже ее температуру. Это же все, как говорится, история. Это же все пишется, все в архивы складывается. Ну и естественно, во время паводка эти данные всем нужны. На сколько уровень воды поднялся, сколько еще этой воды может критическое состояние будет или не критическое состояние будет. Здесь все пишут. Сейчас о паводке говорить еще рано. Жители региона куда больше волнует вопрос толщины льда. Сейчас в округе действует запрет выхода и выезда на лед. Но этими требованиями некоторые граждане пренебрегают. Сегодня в 20 километрах от села Ома под лед провалился снегоход вместе с людьми. Подробнее об этом в телефонном интервью нам рассказал старший оперативный дежурный главного управления МЧС России по Нинецкому округу. В течение дня поступило сообщение по линии ОВД о том, что предварительно провалился снегоход и предварительно погибли люди. Состояние буквально на 16.30 гибель людей подтвердилось. Два человека провалились под лед за 10 километров по села Ома. Подробности происшествия пока не сообщаются. Гидрологи спешат предостеречь людей и напоминают о том, что лед формируется неравномерно. Даже на расстоянии 7 метров разница в толщине может достигать несколько сантиметров. Сильных и продолжительных морозов на территории округа еще не было. А вот снег выпадает каждый день, скрывая от нас опасные участки водоемов, где лед еще очень тонкий.